Атриум кстати один из них. Муляж бомбы подкинули в банк. Ну тоже кто-то повеселился и в Челябинске муляж взрывного устройства в банк принесли. Ну я думаю что кто-то обиделся на этот банк. В поселке Морском Краснодарского края произошел несчастный случай, который в полном дне мог быть выдвинут на соискание Дарвинской премии. Ну человек разбирал гранату от РПГ-7 выстрел имеется ввиду и тот выстрелил. Вот извиняюсь за тактологию. Выстрел выстрелил, человека разорвало. Я сразу вспоминаю как в Саратове, когда бандиты друг на друга охотились с мухами, а если раздвинешь ее уже сдвинуть нельзя. И вот если они там не удавалось стрельнуть, то они сбрасывали. Вот в заводском районе дети принесли участковым, участковый оказался умный. Он сказал что не я с этим не умею обращаться и отнес в заводской военкомат. А там оказался глупый прапорщик, который всегда все знает. Но в результате у военкомата долго чинили крышу потом. И она бабахнула, сделала бум-бум. Так что не надо разбирать выстрелы, гранатометы. Или направлять в нужные места. Под Новосибирском семья погибла из-за неисправной проводки. Да, вот видишь все, тут одни пожары. В Челябинской области погиб ребенок, тоже из-за неисправного обогревателя. Все греются. Страна, у которой больше всего газа, да, а все греются при помощи электричества. Вот в Смоленске возбуждено дело, потому что две студентки в общежитии сгорели из Индии. Они тоже вероятно грелись, потому что в Индии тепло, а в Смоленске холодно. В Норильске крыш парковки обрушилось на 150 машин. Ну то есть там повезло, там вроде никого не было. В Забайкальском крае сошли 17 вагонов с углем. Ну Забайкаль вообще, честно говоря, удивляет то, что мало сходит. Вообще мы в прошлом году обращали внимание, что ну там вот три раза в неделю. Сейчас может быть просто информацию они стали прятать. Я уверен, что вот та информация, которая была, как где 1-2 вагона, то она, наверное, просто до нас не доходит. То есть сразу, ну из 17 лучше не спрячешь, ты же понимаешь. А если 1-2, то как-то можно еще порешать. В Архангельске ребенок выжил, упав в 4-метровый коллектор. Да, и вытащили его, в общем-то, спасатели. Видишь, то есть вот эта ерунда с коллекторами продолжается, но слава Богу, что ребенок остался жив. Ну, трагическая новость. В Екатеринбурге скончалась девочка, которую засыпали снегом из эскаватора. Ты знаешь, я вот как в войне и мир, да?